Гума при сифилисе 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 Они уходят под кожу не постепенно, а достаточно резко уходят из-за некротического стержня при гумме. Они отвесны достаточно и вокруг язвы образуется уплотнение плотного резко ограниченного инфильтрата. То есть уплотнение синюшно-красного цвета, застойного цвета. И дно этой язвы, если посмотреть в глубину, покрыто некротическими массами такого желтоватого цвета. Оно не сильно так вот покрыто именно не обильно, а слегка, как правило. И, соответственно, иногда в глубине также эта язва находит небольшое количество гноя. Постепенно язва эта отторгает свои некротические массы. Она постепенно подвергается грануляции, то есть рубцеванию. Появляется такая ярко-красная новая ткань. Постепенно она заполняет всю поверхность язвы. И это, по сути дела, является рубцовой тканью, соединительной тканью, которая, в конце концов, постепенно, очень медленно образует рубец. Рубец этот из-за такой глубины большей язвы, он очень плотный по центру, где вот как раз было дно этой язвы, и немножко размягчается периферией. Там, где был как раз вот этот синюшно-красный инфильтрат по краям самой язвы. Очень редко вместо язвы непосредственно может сама гума рассасываться с формированием легкого рубца. То есть рассасывание гумы наблюдается из-за вот такого центрального некроза достаточно редко. Также редко образование происходит так называемый фиброзный гум. Что это такое? Это когда сразу, без вот отторжения того самого некротического стержня, происходит образование рубца. Сама гума внутри себя начинает замещаться рубцовой тканью. И тогда образуется достаточно плотный узел, плотный из-за вот этой самой рубцовой ткани гумозной. Он, естественно, опять уменьшается в размерах до самого того самого лесного ореха, которым характеризовалась изначальная гума. То есть вот вся ткань изначальной гумы, она будет замещена рубцом. Он достаточно плотный, плотный как хрящ. Как правило, кожа над ним сохраняет нормальную окраску. И замечено, что такие узлы чаще всего располагаются у крупных суставов. Чаще всего это коленный или локтевой сустав. И носят название около суставных узловатостей. Как правило, они достаточно упорны к лечению. Почему? Потому что уже, по сути дела, образовался рубец. Он редко куда девается. И поэтому даже при назначении специфического лечения, рубец долго рассасывается. Оттуда уходит воспалительная непосредственная компонента. И часто все-таки рубец, какие-то его участки остаются. Поэтому вот эти вот узлы, которые уже, по сути дела, замещены, формирующиеся рубцом, часто остаются с человеком на всю жизнь вокруг крупных суставов. Количество гум, как правило, достаточно незначительное. Это всего 2-3, иногда чуть более гум. Часто наблюдается и одиночная, то есть одна всего гума вообще, как проявление сифилиса. Гума может располагаться на любом участке кожного покрова. Иногда гумы, располагающиеся рядом, могут сливаться в одну вот такую большую язву с несколькими центрами некротизации, некротических масс, и принимать крупный фистончатый такой вот гирляндоподобный рубец. Однако это достаточно редкое явление. С чем надо дифференцировать гумы? Дифференцировать гумы надо с туберкулезом кожи. К счастью, он тоже достаточно редок. Сейчас дифференцировать гумы надо с эндуративной эритемой базена. Это, по сути дела, поражение сосудов, которое также характеризуется узлами и располагается на нижних конечностях, что достаточно важно. Ну и там несколько другие гистологические характеристики и отсутствие, естественно, что сихлетических реакций. Ну и также необходимо отличать гумы от онкологии. Это различные опухоли кожи, чаще всего злокачественные, раки, которые также могут характеризоваться язвами, но здесь отсутствует, как правило, компонент нагноения, что отличает данные серьезные патологии от гума. Естественно, что центральным отличительным пунктом является наличие сифилитических реакций при гумах. Как правило, при третичном сифилисе положительные практически все сифилитические реакции могут быть уже отрицательны такие анализы, как иммуноглобулины М, могут быть отрицательны такие анализы, как РПР, РВ, РМП, то есть неспецифические реакции на сифилис, о чем вы можете посмотреть в отдельном видео, однако чувствительные реакции, такие как РИПТ, РИФ, в ряде случаев иммуноферментный анализ, реакции пассивной геомаглюкинации чаще всего остаются положительными. Именно это, наряду с гистологическим исследованием после удаления и некоторыми другими дополнительными исследованиями как раз и отличает окончательно гуму от вышеперечисленных заболеваний по типу онкологии, туберкулеза и эндуративной ритм-базы. При любых подозрениях на такое серьезное заболевание, как сифилис, для диагностики обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД, у нас принимают опытные венерологи и проводятся абсолютно все реакции на сифилис, которые нужны для диагностики на сегодняшний день. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.